Дорогие мои друзья, сегодня, пользуясь случаем, я хочу вас поздравить с Днём Победы. Сегодня 75 лет прошло, как наши славные войска победили фашистскую Германию. Я хочу вам сказать, что самое главное, чтобы мы помнили всегда наших героев. Благодаря им каждый из нас сегодня проживает свою жизнь, естественно, у каждого она своя, у меня, например, она счастливая. Поэтому я хочу сказать спасибо всем дедам и отцам за то, что они пролили кровь во цвета этих роз за наше будущее, за наше светлое будущее. И не важно, что сегодня наступили немножко сумрачные времена, тем не менее, каждый здравомыслящий человек сегодня помнит и быстрее всего проследился утром, когда увидел святой огонь в честь погибших наших отцов и дедов. Поэтому слава героям, и я с удовольствием поздравляю ещё раз вас всех, и хочу сказать, что наша память – это самое главное. Потому что если сегодня мы не будем чтить память героев, которые положили свои жизни ради нас, то тогда мы есть ничто. А сейчас я хочу вам предложить посмотреть очередной влог про мои цветы, про мою жизнь. И я надеюсь, что мы все вместе сила, и мы все вместе знаем, что мы делаем. Ваши провансалочки. Слава героям! Да будет мир во всём мире! Я не знаю, я почему-то, когда говорю о своих цветах, я бы ли говорю очень громко, от восхищения. Либо я говорю очень тихо, и тоже от восхищения, потому что у меня просто замирает душа. Чирик, я скачу к визину в журнвей. В журнвей, это очень хорошая саоса итальянная. Привет всем! Сегодня седьмое число. Вызвоните, моя собака! Моя собака любимая! Моя любимая собака! Она меня ждала-ждала возле окна, а я сегодня очень рано проснулась, друзья мои. И сделала вам видео, и потом слышу, Мариса спускается уже утром. И я заснула, слушайте, просыпаюсь с 10 часов. Ну и ещё, о, ты мне делаешь больно. Пока ещё с дочкой там переписалась туда-сюда. Хочу купить себе гиалуроновую кислоту, потому что заметила, что... Так, дверь закрою. Заметила, что вот я когда принимала свои, этот, свои капсулы с гиалуронкой, и вообще гиалуронку принимала, у меня намного меньше болело колено. Хорошка! Привет! Привет, привет, привет! Алло, Шери! Девочки, спортси! О, Шери, ты дали! Мы вчера, конте! Девочки, вы всё видели, что он... А сасьён, он вау, кей-ка шо за... О, я ему говорю, осторожно, мы можем увидеть кое-что. Меги, часок! О, куда ты пошла на мои травы? Ну, часок! Так, слушайте, дела вы оба. Одна пошла на мои травы, на мои травы, другой тут ногами махает на публику. Вообще, обигеть, может, что творится, правда же? Комбьян че аппи? Сет километра. О, я ему показываю! Сет километра! О, Шери! О, ла-ла-ла-ла! Девочки, я же вам вчера говорила, мой муж настолько законопослушный, что он только семь километров сделал, потому что он дальше не может бежать. Птица, Пьер приехал, это будущий муж в нашей Бенши жизни. Он постригся. Меги! Мы, чувак! Смотрите, че ей надо, че ей надо-то нашей собаке. Сова, Пьер? Сова, супер! Он вот... О, ла-ла, кей ла мух! Давайте пойдем сейчас. Это вот это вот, коралл-дон. Девочки, коралл-дон, а я все коралл-даун, коралл-даун, как пишется, Д-А-Д-У-Б-Л-В-Э-Н. Меня поправила одна моя подписчица. Спасибо. Но, если честно, я не знаю, как это правильно произносится. У нас сегодня полный дом гостей. Тут сейчас его сестра приходила, как я говорю, полный жопа огурцов. Все приехали. Ну, вот, я не знаю, этот будущий муж нашей бывшей жены, я очень хорошо к нему отношусь. Такой хороший парень, такой приятный очень. И, знаете, такой уважительный. И вот, не знаю, очень хорошо я к нему отношусь. Во-первых, он такой хорошо образованный, он интересуется историей, культурой. Вот это он нам билет на оперу. И на... Да, дважды мы на оперу ходили. Один раз на концерт, уже не помню на какой, доставал. И так как-то мы хорошо с ними общаемся и послушается. Он сейчас приезжал, ему нужна была эта... Я не знаю, как правильно девочка это называется. Такая, знаете, как сверло вставляешь, там вот сверлись какие-то плиты. Короче, он делает туалет, там у старшей сестры. Они же там устроили такой, послушайте, прям это... Супер-пупер парк, пока была у нас, пока этот был карантин. Взять Морисовский там настроил всего. И остался туалет. И так как они хотят там делать свадьбу, значит, они делают туалет. Он говорит, я так мучаюсь, но я хочу сделать красиво. Мол, типа, я говорю, а мой-то не может поехать помогать. Хотя я была против, чтобы он строил туалет своей бывшей жене на ее свадьбу. Вот так она, девочка, вот вы понимаете, ну мы вот все дружим как-то. Звучит оно, конечно, странно, но вот мы все одна какая-то большая семья. И, знаете, это хорошо. То есть вот я лучше переношу вот эту вот как бы дружбу с его бывшей женой, вот даже с этим вот ее будущим мужем. Ну, девочки его, конечно, у нас все нормально с его дочками. У нас хорошие такие ровные отношения. Внуки тоже все хорошо. Девчонки, смотрите, у меня даже в этом году будет крыжовник. Вот лет 6-5-6 лет сидит здесь это все. И вот первый год, и будет немножко смородина белая или красная, не знаю, на одном кусте. Ничего здесь не растет. Вот эта черная смородина, вообще все пусто. Я своему говорю, давай мы их пересадим, эти кусты туда, к курочкам. Там вечное солнце, может быть, они у нас заплодоносят там, земля там получше. Но вот здесь, девочки, вообще ничего. Во-первых, смотрите, медленно поднимаю. Вот эта вот сосна, вот она стоит, вот она прям, понимаете, проекция, вот. Проекция, вот она идет вот на эту землю. Ну, вот салат еще здесь растет каким-то образом. Слушайте, шпинат у меня хорошо растет. Я каждый день срываю листочки и себе добавляю в салат зеленый вечером. Салат хорошо растет. Вот это вот новая редиска, что мы получили в посылке, на которую я там все это лаяла, лаяла. И в итоге, послушайте, редис вообще взошел за два дня. Ну, не за два, за три может быть. Вот. А сейчас я, смотрите, девочки, вам покажу. Я сделала... У нас тут вот кто-то ходит, девчонки, смотрите, вот какашки. Это ж какашки. Да, это чьи-то какашки похожи. Или это деревяшки. Ну, у нас, вы знаете, тут же могут эти ходить всякие лисы, например. Вот. А у меня, смотрите, два ведра. Это у меня трава скошенная, замоченная. Я сейчас открою, немножко помешаю. Я сегодня вечером буду ее разводить. Я сейчас пойду на сайт, еще раз посмотрю, как правильно разводить. По-моему, там на литр... Один литр на ведро воды. Как-то так. И это азотное удобрение, насколько я поняла. Ну, у меня обычная, скошенная дикая трава. То есть, не благородная там, не... Никакие там злаковые, ничего, а просто вот трава дикая. Ну, что, проломала, что ли, я эту камушку? Смотрите, девочки, запах очень хороший. Короче, кто любит запах, девочки? О-ля-ля! Смотрите, как она забродила. Вот. Остатки вот этой травы, ну, что, девочки, я, наверное, просто выброшу в компост. Я боюсь ее класть куда-то. Закладывать под растения, но можешь же спалить все или нет. Что делать с этим остатками? Не знаю, надо было вас спросить на прямом эфире. Надо посмотреть, мне еще полазить. Это уже шнег. Это девочки пахнет прям навозом, навозом. Ой, она такая уже дня четыре-пять стоит. Такая, смотрите, уже хорошо забродившая. Такое уже, знаете, это, уже цвет он поменял. Я ее первый раз, когда мешала, она еще такая была зелененькая. Я клубнику уже под... Через два дня, когда я ее мешала, я клубнику уже подлила, развела немножко, которая здесь в бочке стоит. Потому что клубничка тоже любит покушать. Но это же азот, это как бы для зелени. Если я правильно поняла. Так, прекрасно. Прямо сама себе удивляюсь, какая я хузяйка. Ой, а то сколько... Ой, посмотрите, а тут вообще мошкары развелось. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тут, похоже, забродила. Так забродила. Ой, фу, гадости какие. Вот для этого, швидные закрывают, девочки, это все. Ну, не знаю, моего папы, с мамой на даче стояла такая вкопанная металлическая квадратная такая емкость. И они туда тоже все вот эти сорняки бросали. И это не было закрыто. Вот оно все бродило, бродило, какое-то такое бродило само по себе. Ой, фу. Такой тут концентрат, я представляю. Так, надо мне хорошенько поизучать это все. Поэтому я в свободном полете хожу. Эта девочка у меня вот эта стеблевая сельдерей. Смотрите, как хорошо взялся. Ему, наверное, тесно здесь будет. Я его посадила так. Вот тот попроще. Это кориандр. Кориандр я уже почти весь съела. Вот это вот салаты, которые зашли с прошлого года. Они очень жесткие, это мы отдадим куром. А вот это вот наш салат, который все сидел, 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 сидел. Смотрите, какой огромный. Вот мы его уже начинаем продергивать, мы кушаем. Так, это мои бархатцы нужно рассадить, не знаю куда. Вот здесь вот базиличек, девочка, смотрите. Я уже вчера обрывала. Видите, он уже отцвел. Ничего себе. Это же я его только купила. Поэтому, девочки, ищем новые побеги, вот эти вот листочки, да, и обрываем, чтобы он дальше развивался. Потому что базилик, как только зацветет, он перестает развиваться. Он потом превратится, вот эти все дытки поднимутся. Вот, поэтому обрываем все цветочки до новых побегов. Что я буду делать с базиликом? Во-первых, я ем салат каждый день зеленый, пока у меня есть свежие томаты. У меня еще там, по-моему, один томат остался. Рожев, он уже приехал, смотрите. Вот. Рожев у нас работает. Он такой работает, типа, завхозом какой-то в школе. Говорю, в школе никого нет. Он говорит, я не знаю, как они что собираются открывать. Его на работу вызвали, говорит, ни директора нету, никого. А по телевизору кричат, что директора не могут справиться. Поэтому, смотрите, и я вот это очень люблю заваривать в чаи свои зеленые. Ой, что это он там? Буксует, разбуксовался. Вот. Мои, мои эти все стоят. Моя вся рассада, девчонки, смотрите, какая красота. Обержинчики цветут. Обержины, это баклажаны. Обержинчики цветут, перчики цветут. Смотрите, у нас тут перчик. Слушайте, он вчера был в два раза меньше. Как он быстро растет. вот. Моя ведь так поставила, тут сейчас упадет же ж. Как будто места у нас тут нету. Вот, здесь, девочка, у меня вторая уже кисть порезла томата. Вот здесь вот маленькая, смотрите. Я так стою, мне не подойти. Ага, дальше. Три самых высоких баклажана. Это белые баклажаны, просто мощные. Это моя тыква. Это моя тыква Дуниса. Надо мне ее, это, поставлю сейчас палочку, это, подвязать, потому что еще рано. И посмотрите, у меня тут перчики. Уже. Вот видите, я когда их пикировала, а меняла горшки, да, я же купила рассаду готовую, я одну треть горшка навоза насыпала. Ну, такой навоз, очень старый такой, как этот, уже перезревший конский навоз. И вы знаете, вот оно дает о себе знать. Представляете, какие огромные растения. Вот, а это моя маленькая рассада, девочки, ну, как маленькая. Вот эти очень хорошо подтянулись все, эти растюшки. Ну, а там я буду выбирать уже то, что у меня хорошее. И, посмотрите, кабачки, вот эти, которые я дома передерживала, потому что мыши вытаскивали все семечки. С кабачками в этом году я уже так, послушайте, намучилась. Вот, вот это вот, послушайте, какой-то белорусский софт, по-моему, это полька. Не знаю, надо посмотреть, вот она что-то одна такая, изо всех такая одна. Нет, это, знаете, что, это черри, это черри томат. А, красавец ты мой. Вот, у меня в этом году все подписанные томатики, потому что я в том году не подписала, и потом вообще, а бы что было, не знала, куда что сажать. Естественно, что девочки, из всей этой рассады я выберу самую крепкую, а самая маленькая, посмотрим, может быть, и разохочет немножко. Вот здесь вот хорошая рассада. Это вот, которая первая рассада. Вот там вот, которая маленькая, это та, которую я подсеивала, которые не взошли, либо мыши повытаскивали семечки. А вот это вот первые, которые взошли, вот это все у меня цветные, это томаты цветные, всякие там черри, там, ну, вот такие вот, короче, красивые, скажем так. Дальше, что-то же я вам тут еще хотела сказать. А, и хочу показать вам, подождите, где этот, где этот горшок, хочу вам показать томатик, который я укореняла в воде от этого гурман, как их называют, которые мы выщипываем между этих листьях у томатов, пацанки. Смотрите, какой красавец. И у меня второй укоренился с другого сорта. Единственное, что я не знаю, какой где сорт. Он такой крепенький, такой хорошенький, посмотрите, какой молодец. Я сегодня второй тоже посажу в эту, уже отсажу. Вот. Поэтому вот такое моё хозяйство, моё хорошее. И у нас инжир уже падает. Он уже падает, инжир, мы уже ходим, топчемся по нему. И он, знаете, вот у нас часто такое бывает, вот из-за недостатка дождей или не знаю чего, вот он уже и мягкий. Он такой, знаете, как немножко, как деревянный, такой, как из картона. А инжира в этом году много. Марис его, это, подрезал, этой осенью, наконец-то. И он обновляется, и то я уже вижу, что уже есть, понимаете. Смотрите, сколько вон, инжиринок висит. Ну, у нас первый урожай всегда бывает, намного он меньше, он менее сладкий, но инжир очень крупный. А уже второй урожай, там где-то сентябрь, октябрь, смотрите, какие он огромные, вот как нам их доставать оттуда. А второй урожай инжира, он намного меньше, то есть мельче, и очень-очень сладкий. Вот с того инжиры я варю варенье, как правило. В том году вообще было мало инжира, деревья все старые, все, что было, все было вверху, и ветром все это оббивалось, и все сыпется в мои розы, девочки. Послушайте, сегодня я буду заниматься городом, я сегодня хочу высадить 10 томатов, или 9, и вечером буду поливать свои, этой какой свои все, всю свою рассаду. Мы вчера тут собрали клубнику, девочки, вот эта клубника, которую я выписала, вот они, 9 кустиков, видите, какие классные, смотрите, как они пошли. А я там уже голосила, боже мой, как я голосила, что мне прислали, вообще все так плохо. Девчонки, 12.40, я еще, конечно же, и не завтракала, естественно, что я поздно сегодня это поднялась, но я тут уже пошла, сходила, выбрала урожие помидоров, не выбрала, а взяла ящичек, взяла 10 томатов бычьего сердца, и сейчас я их там полила, хорошенько к себе, отнесла в тенечек, и взяла 6 томатов, мильеор, мильеор де марши, лучшие на рынке, как бы вот так переводится. Я вам так сейчас хочу показать, посмотрите, какая будет у меня фуксия, шикардюч, она уже шикарная, девочка, она перезимовала, эту зиму вот здесь отстояла в угле, представляете, я ее забыла занести, уехала в отпуск, и ничего, но зима была мягкая, вот, красавица, смотрите, у нас Американ Пилляр начинает открываться, здесь вообще шикарная композиция, а смотрите, наша краун Маргарета, почему она здесь зарозовела, прям зафиолетовела, может, потому что она вместе с фишанблю, ух ты, девочка, запах, запах вы даже не представляете, а посмотрите, вот они, причудливые наши, Мари Кюри, красавица, так это уже надо, чтобы я обрезала, очень красивая розочка, девочка, посмотрите, вот она здесь такая, красивая, ароматная, сейчас приезжал этот, будущий муж нашей бывшей жены, нюхал мои розы, говорит, боже мой, какая красота, и такой говорит, ну знаете, человек вот культурный, он говорит, боже мой, так они же все разные, я говорю, так конечно, они все разные, а что это у меня тут, девочка, гляньте, шо у меня тут упало, надеюсь, не сломалась у меня эта ветка, а, эта ветка, Мари Кюри, девочка, ветер был, тут сильнейший ветер, и она вот, видите, была у меня привязана, она оторвалась, посмотрите, сколько здесь бутонов, так, сейчас буду привязывать, это шикарная, с веточкиной пеларгонии, смотрите, она такая какая-то мелкая была, стала такая огромная, девчонки, короче, я вечером сегодня, не переключайтесь, возможно, это видео будет такое длинноватое, но я вам обязательно вечером, когда солнышко уже уйдет, сделаю заново обзор, потому что, есть что показывать, и смотрите, это уже у меня, веки атрасезона начинают цвести, вот я там залезла вовнутрь, и там вот желтые листочки, посмотрите, Валенсия, так, ну, фиксируйся, красавица какая, огромные такие цветы, ароматные, и вот у меня там уже, смотрите, Леонардо да Винчи, вот он розовенький, начинает открываться, я не знаю, я почему-то, когда говорю о своих цветах, я бы ли говорю, очень громко, от восхищения, либо я говорю, очень тихо, и тоже от восхищения, потому что у меня просто замирает душа, а это у нас зацвела жимолость, оно такое, видите, девочки, оно очень такое неряшливое растение, оно зимой такое, все потрепанное, покоцанное, но я его не трогаю, знаете, почему, потому что однажды, оно у меня сидело, вот на этой стороне, было огромное, и я его однажды обрезала, и оно у меня загнулось, может быть, оно загнулось не от этого, там такая огромная пчела, или пчел, посмотрите, смотрите, ох, им тут в раздолье, запахи у нас здесь, конечно, такие, что, ну что, девочки, вот он, моя лобелия, посмотрите, она вся усохла, какого фига, спрашивается, он осталось только чуть-чуть, ай, все, я знаю, что это дикое, вот это растение, которое вон везде у меня растет, хотя нет, не похоже, не знаю, посмотрим, не знаю, что-то выбросили этот горшок, чертовой матери, так, здесь у нас что, здесь у нас начинается, конечно, красота, вот это все откроется, вы сами понимаете, так, а это кто здесь, ах, вы посмотрите, опа, Аленка, Аленка, так, нету больше Аленки, так, здесь надо мне прийти уже, вон, видите, нужно обрезать, ох, какая красота, прям, я прям, смотрите, что здесь, боже мой, очень тяжелые ветки такие, представляете, Мишуля, красотуля, ты мой мальчик, я каждый раз думаю о своем котике, каждый раз я думаю о своем котике, какая роза, и вот она, вот видите, желтая с розовым девчонкой, красиво сочетается, немножечко так синего пока есть, красиво сочетается, лично мне нравится, сейчас же жасмин, вот-вот на жасминеце, смотрите, вот он вообще, это вот будет пинклут, вот в этом, в облаке, жасминовых цветочков, будет нечто, ну так слушайте, что-то он долго раскрывается, этот жасмин, не дождешься его, ну и посмотрите, гирлянда флори, за ночь, как открылась, вот же где благодать, а не роза, ну конечно, вот этот гранд вид, на фоне гирлянды флори, он теряется немножко, там вот белую какую-нибудь, желтую тоже розу, понимаете, ну, к сожалению, вот так, девочки, ну там же вот у меня жасмин, тоже видите, ну это роза, конечно, надеюсь, что жасмин, а вот он поднялся, жасмин наверх, хорошо, раз он поднялся, вот и там вот я вижу, веточка тоже наверх пошла, раз жасмин поднимается, девочки, значит, потом вот эти мои красные гирлянды флори, она долго цветет, будут тоже в этом, в белом облаке, сейчас вот это вот, вот это вот, отцветет, я срежу по ниже, выровняю, все, тут вон веточка, смотрю, тоже мертвая, девчонки, смотрите, вот только перед вами все, убрала все листы, посмотрите, здесь, наверное, дело в земле, девчонки даже, а не в этом, ой, ну, гирлянда флори, конечно, она замечательная, красивая роза, но она тоже такая стала болеть, у меня такая выпендривается, по-хорошему, так, знаете, так добро мне нервы трепет, такие, вон, прям такие, смотрите, такие убарки, такие красивые идут, он на крышу, вот это бы надо было мне ветку, закинуть вот туда, на крышу, чтобы она шла, надо будет как-то заняться, выйти мне заняться, закинуть туда ее, ну, это, знаете, это я сказала закинуть, сама закину, может быть, по осени только, но здесь вообще, еще заросло, заполонило уже, до самой, вон, хурмы достало, хурмочки мои, хурмушечки, смотрите, какие уже яблочки, так, подождите, надо сфиксировать, смотрите, сколько их, вот это да, в том году три было, три всего, ну, я же ее позапрошлым году, так, чеканула по-хорошему, прочитала, 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 и не так поняла, она цветет на ветвях, прошлого года, и дает овощи, эти фрукты, а я, мне показалось, что она, она дает, я так прочитала, что она дает на ветвях, которые нарастают в этом году, ну, я взяла ее, все, почикала, почикала, так, как мне показалось, ну, очень коротко, но, вы знаете, с другой стороны, смотрите, хурма любит обрезку, вы смотрите, какое дерево огромное, а что там было, когда я обрезала, там вообще три палки оставалось, шикарное дерево, а осенью красивое, очень красивое, так, девочка, ну, что делать с этими соседями, надо мне эту сару вылавливать, попросить, чтобы она позвонила этим, у кого она снимает эту комнату, чтобы они приехали, убрали эти травы, но все летит на мой огород, это вообще, это жесть какая-то, представляете, да, он говорит, сегодня вкусный итальянский соус, для итальянских спагетти, вкусно, смотрите, картинка маслом, не забывайте, не забывайте, самое главное, не забывайте, букет гарни до прованса, то есть, что я дам, это чебрец, розмарин, базилик, и лорье, лорье соусы, и я ему дала веточку орегано, и орегано, потом есть соус, который он готовит, есть рецепт, кстати, могу вам поставить, и томаты на заморозке, и лорье соусы, и томаты, и два кусочка сахара, красота, да, девочка, ой, мы сейчас будем обзираться, он говорит, это очень хорошая идея, ну и пока готовится соус, я все-таки должна пойти в душ, выявиться, переодеться, иначе, девочки, я прозеваю сегодня обед, но я ж не могу уйти с этого сада, господи, да что ж такое, не могу отойти все, сезар этот, посмотрите, цезарь, какой он красивый, а тут вот тоже ирисы выскочили, откуда они возьмутся, я тут ирисы не приветствую, девочки, вот, кстати, вот ирисы, даже в нашей земле, они как бы, ну, размножаются, они красивые, конечно, слов нет, но, короче, девочки, в моем саду нет некрасивых роз, смотрите, какие красивые томатики на заморозке, это можно будет, вот проблендировать, вот сейчас они расставят, допустим, блендер, взять туда базилик, соль, сахар, какие хотите приправки, и просто будет такой, знаете, соус томатный, девочки, смотрите, какая у меня, шикарная герань, посмотрите, это вот, которая пахучая, которая от комаров, ну, девчонки, была окрылка на ней, все равно есть, посмотрите, какая, вот она у меня такая, из зимы вышла, я там, у меня прижилось два росточка, здесь мои вот эти пеларгошки, которые вот новенькие, я так под назором себе поставила, и вот видите, мы срезали ветку мимозы, и теперь у меня на этом балконе много солнца, и бегония, здесь много солнца, я даже не знаю, видите, они вон потеют бедные, не знаю куда, и вот тоже, вот эта вот пеларгошечка, которую я купила, но она, она другая, она другая, это королевская пеларгония, вот тоже написано против, не пеларгония, это герань, вот другого сорта, ой, девочки, какой же запах, вот как и с бутылочкой с парфаном, ну, вы знаете, они такие цветочки, немножко разные, здесь вот просто вот такой цветочек, смотрите, а здесь такие они, смотрите, как в букетах, как тут все солнышко, такие вот, смотрите, маленькие, но запах, что у одной, что у второй, они немножко разные, вот это, вот это вот такая прям бабушкина бабушка, но та королева чуть-чуть другая, вот это у нас еще одна королева тут лежит, на земле, уляжется сама на муравьев, и потом только вылизывает себя, вот, и вот здесь, смотрите, вот у меня взялся, взялась я при этого, укореняла, и вот здесь вот второй, это вот от той, вот от новой королевской, но вы знаете, он взялся быстрее всего, тоже мне его нужно поставить, туда на скамеечку, поближе, здесь вот надо мне, чтобы срочно, Марис, уже прошу его, чтобы натянул мне здесь, тент, потому что я вот здесь, тогда выставили, вот все пиларгошечки, которые, это, жарко очень цветам здесь, на солнце очень жарко, вот пачули моя, посмотрите, такая, какая-то покоцанная, кто-то ее ест, девчонки, кто-то ее ест, но оказалось, что пачули, она, знаете, такую, она растет большим кустом, цветет, там даже, помидор, смотрите, вылез, но она не, это, не съедобная, она не съедобная, я тут уже начала резать, хорошенько уже обрезаю свою мяту, перечную, пью чай, балдею, так, ну это мы уже отцвели, тоже вот отцвела, начало листья, что-то у нее начали желтеть, господи, эти растения, эти растения, я же не знаю, что с ними делать, наша гортензия, красотулька, огромная, конечно, ой, ну вот, мои хорошие, мы покушали, сейчас у меня там выстирались мои, посмотрите, сколько персиков у нас, есть вон персики, доживут, не доживут, они у нас никогда, ну мы, пару лет только мы ели персики, а так они, ну, у них какая-то болезнь, они загнивают, их невозможно потом кушать, пока они созреют, жалко, конечно, у нас такая, друзья, жара, это вообще невозможно, уже дождалась, сейчас у нас уже полшестого, и я иду сейчас в огород, потому что мы сегодня сможем, будем высаживать первые помидоры, ну, может быть, там десяток, а может быть, шестнадцать, я не знаю, я еще не подумала, и потом я буду сегодня удобрять с этой травой, настоявшейся, мои помидоры, клубнику, ну, все на свете, короче, все, пошла работать до самой ночи, ооооо孩, ооо, Продолжение следует...